Приветствую вас! Я начну, наверное, с ответа на ваш вопрос, потому что все-таки вы пришли к нам в первую очередь за этим, за тем, чтобы получить ответ на свой вопрос. А именно, могу ли я сделать что-то, чтобы он перестал меня избегать и лисать дистанцию. Понимаете, в чем дело? Вы употребляете такой, как вам уже сказали, словослойный термин, как аддикт избегания. То есть, человек зависит от избегания. Я не думаю, что вы, знаете, не сочтите за грубость или не сочтите за невежливость, но я не думаю, что вы правильно понимаете значение этого термина для себя вообще. Потому что зависимость от избегания означает, что человеку выгодно избегать отношений. Зависимость от избегания означает, что человек как бы видит, знает и чувствует, что вот то, что он делает, это именно то, чего он хочет. То есть, ему нравится избегать, ему нравится вести себя подобным образом. И вопрос заключается в том, почему ему нравится это делать. Вопрос заключается в том, какие цели он достигает путем избегания от качества. Потому что зависимость – это всегда определенная сфера потребности. Зависимость – это всегда определенная сфера желаний. Человек избегает чего-то именно потому и для того, чтобы что-то для себя получить. Ну, в данном случае конкретном. Если мы говорим про аддикцию. И вот, собственно, тут вот и кроется тот самый важный, на мой взгляд, момент, о котором и нужно говорить. Какую цель преследует мужчина, избегая отношений, например, с вами, допустим. Если вы поймете, что ему нужно, если вы поймете, что, например, мужчина избегает, там, отношений с вами, допустим, потому что только так он может, там, чувствовать себя мужчиной, например. То есть вот представьте себе, представьте себе, что человек хочет чувствовать себя мужчиной, да, ему нравится чувствовать себя мужчиной. Но он не может вступить в отношения, потому что они несут ему угрозу того, что он не будет чувствовать себя мужчиной. И человек выбирает единственный возможный для себя способ чувствовать себя мужчиной только через процесс избегания. Это означает, что ему нужно чувствовать себя мужчиной, он хочет этого, но может получить только путем именно удержания дистанции. Ну, например, с вами. Значит, вы даете ему возможность подчувствовать себя мужчиной в определенных ситуациях. То есть, например, вы сами дистанцию сокращаете, ну, ненамного. Если бы мужчина почувствовал себя просто, может быть, не в своей тарелке, то бы мужчина просто почувствовал, что, ну, ему некомфортно, а вы в этот момент повели бы себя так, что дали ему возможность почувствовать себя на крайне на коне, почувствовать себя свободно, почувствовать себя мужчиной. Для этого нужно знать, что ему нужно для того, чтобы почувствовать себя так. Для этого нужно знать, какие модели поведения для вашего мужчины заставляют его подчувствовать себя таковым. Поэтому нужно его достаточно хорошо знать. Вот. Далее. Ситуация может складываться еще и таким, на мой взгляд, образом, что мужчина просто-напросто боится с вами сближаться, потому что ожидает от вас какого-то негативного к себе, например, отношения. Ну, или негативного отношения не как такового от вас к себе, а негативного отношения может быть своего, самого себя к себе и за вас. То есть нужно понять, чего мужчина боится. Ведь избегание, избегание, это защитный механизм. Это защитный механизм, призванный купировать определенные проблемы у человека. И вопрос заключается в том, что именно купируется в данном случае. Что и как купирование чего именно, чего конкретно происходит в этой ситуации. Но на мой взгляд, это очень важный вопрос. Потому что если вы поймете, для чего именно мужчина использует защитный механизм, то вы сможете сделать так, чтобы этот защитный механизм, по-просту говоря, перестал ему быть нужен. Он просто не будет нужен ему, если он, мужчина, я имею в виду, поймет, что ему ничего не грозит. Но, да, другое дело, чтобы вы поняли, что это все-таки такое. Что именно это за обстоятельство, которое, например, человек пытается купировать с помощью защитного механизма. И вот только в этом случае, в случае, если вы подкорректируете себя, измените свое поведение, в случае, если вы измените свое отношение к человеку и так далее, вот в этом случае, вы сможете его изменить. В этом случае, вы сможете дать возможность человеку перестать использовать избегание как механизм, как механизм для реализации вот своих собственных, условно говоря, потребностей. «А пока вы ведете себя так?» «А пока вы ведете себя так?» Ну, понятно, что ничего не изменится. «А пока вы ведете себя так?» «Молодцы!» «И вопрос заключается в том, что…» «Вопрос заключается в том, что…» «Вопрос заключается в том, что вы можете известно, насколько вы человека хорошо знаете, насколько вы понимаете то, что его волнует и почему. Поэтому ситуацию изменить вы можете только через контекст самого субъекта, то есть вас. Чего он боится? Что заставляет его держать дистанцию? Постепенно, постепенно, постепенно. Ну, нужно с этим как-то разбираться. Ну, и, собственно, вопрос, который вам уже задали мои коллеги, это вот, если он такой трус, если он вас боится, если он держит дистанцию, то что заставляет вас с ним быть? И тот ли вообще, тот ли вообще, этот мужчина, который вам нужен, о котором вы мечтали и о котором вы сейчас хотите быть? И почему вы с ним хотите быть? То есть, что заставляет вас терпеть такое его поведение? Для чего? Какие у вас собственные мотивы для того, чтобы пытаться ситуацию изменить? Потому что обычно человек видит, что другой держит дистанцию и не имеет возможности как-то на него повлиять. Просто, наоборот, обходит, назад, отступает и начинает жить в своей жизни. А человек, от которого отступают, воспринимает это как сигнал. Сигнал к тому, что он теряет людей, что ему нужно меняться. Либо он обновляет все, как есть, и продолжает жить дальше. Но это его выбор, и его выбор вам нужно уважать. Пусть это некий абсурдный, немного изроченный выбор, но он есть. Поэтому, поэтому, я думаю, что об этом тоже стоит подумать. О мотивах, которые составляют вас пытаться что-то сделать и изменить в этой ситуации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...